Электросамокаты зародились еще в 19 веке, однако широкую популярность в России они получили относительно недавно. С момента внедрения их на улицы города правила изменялись неоднократно и каждый раз по объективным причинам. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует разработку государственного стандарта с требованиями к безопасности и максимальной скорости движения электросамокатов, моноколес и гироскутеров. По информации пресс-службы Минпромторга Российской Федерации, Технический комитет по стандартизации и дорожный транспорт определит базовые требования безопасности и методы испытания электрических средств индивидуальной мобильности. Речь идет о наличии тормозных систем, систем идентификации на дороге, прочности конструкции, наличии звуковых сигналов и тому подобному. В перечень нововведения также относят процесс ввоза в Россию электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Одним из немаловажных пунктов является то, что средства передвижения будут должны ограничиваться скоростью в 25 км в час, а также оснащаться функцией автоматического замедления в парках и системой спутникового слежения. Внедрение государственного стандарта – это ожидаемая мера. Когда появляется какое-то новое технологическое решение, которое может приводить потенциально к аварийным ситуациям и происшествиям, то, собственно, эта сфера требует регламентации. На мой взгляд, спрос на покупку использования среди пользователей не особо уменьшится, но стоит отметить, что индивидуальные самокаты в последнее время вступили в жесткую конкуренцию с рынком аренды самокатов. Помимо ранее упомянутых требований, Министерство промышленности и торговли РФ планирует обозначить необходимость в маркировке устройства, которая должна содержать название производителя класс, максимальную скорость, год, производство, мощность и максимально допустимую массу. Известно, что разработка ГОСТа запланирована на текущий год. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Александр Кузнецов, Универньюс.